свободны ли мы я имею ввиду с одной стороны большинство из нас полностью уверенно что да мы чувствуем себя свободными мы ощущаем что мы делаем множество различных решений которые приводят и к убеждениям и к действиям которые полностью зависит только от нашего собственного выбора например я мог сделать это я съел овсяную кашу этим утром потому что мне так захотелось эта точка зрения что люди способны на полностью свободное действие называется либертарианская свобода и воли и сразу внесу ясность у либертарианской свободы воли нет ничего общего с политическим либертарианством обе точки зрения получают свое название слова свобода политический либертарианство всецело свободу от вмешательства правительства в то время как люди придерживающиеся либертарианской свободы воли могут быть кем угодно от политических либертарианцев до социалистов они просто думают что метафизически мы можем действовать свободно так большинство из нас полагать что наши мысли и действия свободны но большинство из нас также считают что любое действие имеет причину и все что сейчас происходит настоящим неизбежный результат событий произошедших прошлых это мнение известно как жесткий детерминизм многие из вас смотрящих это видео возможно считают что вы придерживаетесь обоих мнений что многие наши действия свободны и что этот мир управляется законом причины и следствия но оказывается вы не можете рационально придерживаться обоих мнений потому что традиционно либертарианцы определяют свободу действий в соответствии с понятием известным как принцип альтернативных вероятностей это возможно звучит как сюжетный ход для научно-фантастического сериала но этот принцип говорит о том что действие свободно только если агент то есть человек осуществляющий это действие мог поступить иначе таким образом по настоящему свободное действие требует наличия выбора детерминизм напротив не допускает выбора он утверждает что каждое событие вызвано предыдущими событиями что означает что агент в принципе не может сделать ничего кроме того что он уже сделал и следовательно он никогда не свободен но давайте рассмотрим эти два варианта более подробно и так же взглянем на мой завтрак либертарианство говорит о том что мое решение сесть овсяную кашу этим утром не обязательно являлось следствием того что произошло до этого вместо этого оно могло бы быть результатом не физических событий а именно моих мыслей которые зародились прямо в тот самый момент я съел овсяную кашу потому что я решил ее съесть конец истории но либертарианство противоречит тому что мы знаем об устройстве физического мира что одно явление вызывает другое так что либертарианцам нужно найти способ обосновать их точку зрения один из этих способов разделить понятия с причинно-следственной связи событий и причинно-следственной связи агента event causation means that no physical event can occur without having been caused by a previous physical event причинно-следственная связь события означает что ни одно физическое событие не может произойти не будучи вызванным другим физическим событием so many libertarians can see that the physical world itself is deterministic таким образом многие либертарианцы признают что материальный мир сам по себе является детерминистическим например бейсбольный мяч летит по воздуху потому что кто-то ударил по нему битой но многие либертарианцы также утверждают что есть такая вещь как причинно-следственная связь агента которая говорит что агент существо движимое сознанием может начать целую цепочку причинно-следственной связи которые не были вызваны чем-либо еще таким образом человек ударивший по мячу вероятнее все сделал это просто потому что решил это сделать согласно такой логике агенты имеют возможность повлиять на причинно-следственную связь вселенной они могут заставить что-то произойти самостоятельно но многие философы считают эту идею несостоятельной откуда бы спрашивается взялись эти свободные решения которые привели к запуску совершенно новых причинно-следственных цепочек они просто случайно чтобы заставило агента принять одно решение а не другое если вы можете ответить на эти вопросы если вы можете объяснить что побудило агента к действию тогда вы только что укрепили позицию что действия обусловлены а не свободны на самом деле достаточно тяжело найти аргументы которые поддерживают либертарианскую свободу воли самый лучший аргумент в пользу этого мы сильно ощущаем что мы свободны и либертарианцы утверждают что нам не следует пренебрегать легитимностью личного субъективного опыта так что если мы так сильно ощущаем свободу мы должны всерьез рассмотреть возможности этого такая точка зрения обладает очевидной привлекательностью но если вы не можете придумать аргумент для защиты своих ощущений тогда с точки зрения научного подхода к философии будет лучше отвергнуть их или по крайней мере воздержаться от выводов пока не будут собраны какие-либо доказательства давайте посмотрим смогут ли жесткие детерминисты предложить что-то получше на сегодня все подписывайтесь на канал чтобы не пропустить вторую часть этого видео там будет объяснено доходчиво почему свободы воли не существует также выйдет отдельное видео с разбором наиболее интересных языковых оборотов из этого видео оставляйте в комментариях вопросы по этой теме также хочу поблагодарить подписчиков канала за терпение это видео потребовал гораздо больше времени чем я рассчитывал еще хочу поблагодарить наших подписчиков паблика английский без гмо которые помогли мне с переводом с субтитром к этому видео и также адептов беседы детерминизм вк за моральную поддержку детерминизм это свобода увидимся и и и и и и и и